За необычный рецепт хлеба сурский работников хлебозавода номер один в Чебоксарах наградили благодарственными письмами и медалями. Год, посвященный трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей, завершился. А награды за сохранение памяти до сих пор находят своих адресатов. За основу хлеба сурский визита старинная рецептура ржаная и пшеничная мука, закваска, соль и солодовый экстракт. Нам очень хотелось, чтобы эта история зашла в дома не только как словесная интерпретация, а очень хотелось, чтобы какие-то появились материальные объекты. Благодаря вашему хлебозаводу, я считаю, что, может быть, не на каждый стол, но в большом количестве люди так или иначе приобщились к этой истории. Этот хлеб для сотрудников предприятия особенно ценен. Когда я держу в руках сурский хлеб, я испытываю гордость за этот хлеб, за уникальность, и то, что он выпекается нашими работниками, трудящимися. Работники завода «Закот» проделали большую работу. За это они получили благодарственные письма Министерства культуры Чувашской республики. Мы с вами вместе с сурским хлебом, который появился благодаря вашему труду, вашей любви, выйдем уже к нашим соседям. Я думаю, что уже в Татарстане смогут попробовать, Елена Игнатьевна, этот хлеб. Елена Бадаева проработала на предприятии более 60 лет. 36 из них – руководителя. «Все для народа. Старается, чтобы всегда был свежий и вкусный хлеб», – говорят коллеги. Сегодня Елене Игнатьевне вручили памятную медаль. Они нам создавали сегодняшнюю жизнь. Я, конечно, огромнейшее спасибо хочу сказать. Может быть, я и не заслужила эту награду. Я говорю, это касается не меня, а моих родителей. Напоминаем, часть денег, полученных от продажи сурского хлеба, пойдут на строительство мемориала в Козловке. Отмечу, что в 2021 году жители республики купили около 37 тысяч буханок сурского хлеба. Валерия Егорова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика.